Опа! Модная поэзия Евгении Сой и Анкл Шурику. То есть вот хорошее видео подъехало, может быть даже на хайлайтинг. Если вы хотели чего-то жесткого, то сегодня вы это получите. Потому что мы отправляемся в преисподнюю. И познакомимся поближе с таким явлением, как сетевая поэзия. Знаете, есть такое мнение, что поэзии сейчас не особо интересуются. Особенно среди молодых людей, потому что есть рэп. Но на самом деле в наше время поэзии интересуются значительно больше, чем когда-либо. И, к сожалению, это плохо сказывается на качестве поэзии. Вся эта движуха, но, к сожалению... У поэзии, к сожалению, слишком очень низкий порог вхождения. И вообще любой человек, который умеет писать, может стать известным поэтом. К сожалению. ...интересуются. А если есть спрос, есть предложение, я расскажу вам сегодня об одном занимательном поэте, который популярен именно во всяких пабликах ВКонтакте. Не, Евгений Сой это мусорный поэт, вообще ничто. Это поэт уровня хуже там школьника какого-нибудь типичного. Хуже рэперов даже. По сети именно среди самых маленьких. Поэта зовут Евгений Сойя, вот такой вот красавчик. И сегодня мы чуть поподробнее... Максим им пишет, так, по-моему, никто поэзия не интересуется. Ну, вы, видимо, просто не в тусовке. Вы, в принципе, не знаете, сколько, какое большое количество слушает там того же Евгения Сою, Полоскового, Стефанию Данилова, Арчета. Что они путешествуют... Короче, по всей России. Концерты дают. Дают концерты. Вы слышали, чтобы Пушкин путешествовал по России и давал концерты? Чтобы у него гастроли были. Вы слышали такое? Не было. У него гастроли только по ссылкам. Ему выдавали правительство гастроли. Специально вы это сделали. Ну, ребят. Ребят, поэзией огромное количество людей сейчас интересуется. Такое, какое никогда не интересовалось. Просто в процентном соотношении, не знаю, может быть и меньше. Может быть и меньше. Но просто огромное количество сейчас. Огромное количество людей интересуется. Вообще-то поэзия интересуется. Просто в наше время она худшего качества. Ну, смотря с кем сравнивать. Например, поэзия Пушкина, она ужасного качества. В наши дни есть поэты куда более крутые, чем Пушкин. Но они правда не очень популярны, к сожалению. Ну да ладно. Разберем его творчество. А вначале давайте послушаем, как он... Вот написано, Вэлл пишет, «Стихи Ру – это не поэзия, а говно». Понимаете, в чем проблема? Типичное стихотворение со стихи Ру – это типичный стих Пушкина. Какая проблема? Может быть, чуть-чуть хуже по качеству. О, гастроли Пушкина. Помню, отличную репризу в КВН. Директор Пушкина пишет лучик надежды. Ну, может быть, на шутке. Пушкина читает свои стихи и отправимся в чудесную сказку поэзии. Что-то и того. В общем, давайте. В тебе могут полюбить твою родинку на щеке. Твои ключицы. Твои глаза. Твои морщинки. Твои вены на руках. Твои ресницы. Твой голос. Твой взгляд. Твои пристрастия. Твои духи. Твои желания. Твои мечты. Твои сны. Твои воспоминания. Твои мысли. Твою походку. Твои ошибки. Твои... Но, к сожалению, зеленого слоника мы будем смотреть только на Goodgame. К сожалению, цена. Спасибо за донат. Но вот так вот это будет происходить. Тут просто голые мужики с говном. Как-то я что-то... Я боюсь. Я боюсь. Изивки. Твои кивки. Ну, стихотворение очень примитивное, банальное, написано на невероятно, не знаю, пошлую тему. Писать такое, ну, в наши дни очень убого. Более того, никакой техники нет. Вообще никакой техники нет. С рифмой проблемы, с ритмом проблемы. Тут ничего вообще нет. Тут вообще ничего нет. Что можно так или иначе оценить позитивно. В этом творчестве. Ну, это творчество реально для умственно отсталых, там, подростков, девочек. Как же мне это нравится. Я представляю, с какими чувствами он писал эти строки, ощущая себя настоящим поэтом. Перебирая вот эти вот слова. Просто набор слов. Но давайте не будем судить раньше времени и послушаем стихотворение полное. Охуенный комментарий. Спасибо. Твои зрачки, твои... А, зиготой закроем все. Ну, ладно, давайте закроем зиготой. Александр, его можно просто комментарии открыть и ролик не смотреть. Пожалуй, давайте тогда, да, откроем комментарии, ролик и посмотрим после этого видео. Твои увлечения, твои волосы, твой... Да, это модная, это модная поэзия в целом, она так приблизительно и выглядит. Смех. Да, это и есть целевая аудитория данной поэзии. Но понимаете, в чем проблема? Когда она... У нас появляется, знаете, сразу несколько... Так, Иван, Пушкина нельзя оценивать в историческом контексте как крутого поэта, потому что Пушкин это довольно поздний мировой поэт, понимаете? Это уже поэт там, не знаю... Поэтому уже несколько тысяч были. Пушкин повторяет все, короче, ходы, которые были до него. Он плагиатор, в нем ничего интересного нет. Его нельзя оценивать как творца, как поэта. Даже в историческом контексте. И именно в историческом контексте нельзя его так оценивать. Его можно оценивать как популяризатора поэзии в России, например. Как филолога можно оценивать, как переводчика можно хорошо оценивать. А как оригинального поэта, на мой взгляд, это уже излишнее. По-моему, очень излишнее. Спасибо большое за гдалмон. Просто Гераклит это основатель, по сути, диалектики. Гегель ее развивал. И ее интерпретировал очень по-своему. Тут разные уровни, а Пушки ничего нового не сделал. Я очень надеюсь, что он избавит нас от радости знать всю тысячу поводов. Однако я все же настаиваю. Пушкин это как профессор Попов по отношению к Гегелю, понимаете, в чем дело? Давайте дослушаем стих, а уже потом будем критиковать. Ну, у Оксимирона просто набор слов, конечно, но более интересных слов. В этом смысле Оксимирон действительно круче. А это вообще-то все. Еще немножко из моих ушей полилась бы кровь. Здесь, конечно, нечего комментировать. Тут все понятно. Ну, вот проблема, опять же, Шурика, что он думает, что тут нечего комментировать. На самом деле, многим людям, к сожалению, непонятно, почему все это было говном полным. Я объяснил до этого. Кстати, вы знаете, в чем еще большая проблема? Большая проблема заключается в том, что есть еще группа поэтов, которые, в принципе, претендуют на такую элитарность, классичность, типа, не знаю, Арчета, Стефания Данилова и там, не знаю, Серафима Ананасова. Они судят поэтические конкурсы, организуют фестивали и многое, 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 многое интересное они, в общем-то, делают, но при этом они фуфлагоны. Они пишут о том же уровне, что и Евгений Соя, понимаете, в чем дело. Пушкин придумал написать здоровенный роман на русском оригинальной эстрофой. Охуенно. Ввиду этой эстрофы, кстати, ему пришлось налить очень много воды. Евгений Онегин это совершенно не оригинальная, не знаю, мыльная опера, что ли, даже. Это очень дешевый шанр этого произведения. Ну, хуйня полная, честно скажу, по смыслу. Но, 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 ну, единственное его преимущество оригинальная эстрофа. Вы можете хотеть сказать, что Пушкин первый придумал создавать оригинальные эстрофы. Нет, далеко нет. Писать стихи с разными эстрофами довольно легко. Ну, особенно если вы прежде всего работаете с техникой, а не со смыслом. Много вещей такого масштаба на русском есть. Какая разница на русском? Мы Пушкина с русскими не сравниваем, понимаете? Если Пушкин на уровне какого-нибудь, не знаю, Данте плох, на уровне Шекспира плох, ну, нехорошо получается. Потому что Пушкина некоторые люди сравнивают с Дантой и Шекспиром. Ставят его на один уровень с Дантой и Шекспиром. И говорят, он лучше, чем Данте и Шекспир. Пушкин великий, Пушкин наше все, Пушкин, там, чуть ли не создатель нашей русской культуры, Пушкин бог. Понимаете, что говорят люди XY? Вот с чем я, как бы, борюсь и почему я критикую, кстати, Пушкина. Поехали. Это полный пиздец. Однако я открыл некоторые его стихи, о которых мы сможем поговорить более предметно. И не стоит считать, что я отрыл какого-то непонятного поэта на стихи Ру или сам издате, который... Сою очень популярен. Нафиг никому не нужен. Этот парень продает биле... Нифига, там интересная психологическая дилемма, изменчивость героев, персонажи разные. Так, ребят, это простая мыльная опера. В любой мыльной опере какая-то тупая психологическая дилемма, как у Онегина. Тупая изменчивость героев, как у Онегина. Не знаю, персонажи разные. Как? Онегин. То есть, блин, лучик надежды. Это тупая мыльная опера с шаблонными персонажами, полная хуйня. Как бы, я не знаю. Я не знаю, да сколько нужно, блин, вообще ничего не считать, чтобы его удивило, как бы, ну, не знаю, Евгений Онегин. Я понимаю, что русским школьникам дают это говно, вот просто вот читайте. Вы больше ничего не читали? Читайте это говно. И они с этим говном знакомятся впервые. И такие, ху, а вроде бы неплохо. И потом ностальгируют, да, но неплохо. Евгений Онегин же там был, да? Евгений Онегин. Хороший роман в стихах. Хороший роман в стихах. Но если вы будете сравнивать это с Фаустом, я не знаю, если вы будете сравнивать вообще с чем угодно. Вообще с чем угодно. Там с Данте Алигери, с любой, там, не знаю, поэмой Шекспира. Вообще с любым произведением, там, не знаю, западной литературы, вы поймете, что это полное говно. Это ноль баллов, это ноль баллов, это мусор. Причем и написанный очень плохо мусор, понимаете? Из-за этой дурацкой Онегинской строкы, знаете, что получается? Что Пушкин, Пушкин, Пушкин пишет вот такую вот хуйню громадную на сколько? На восемь строк, на восемь строк хуйню, вместо того, чтобы написать одну строку. Вместо одной строки он подбивает восемь, восемь, восемь строчек. Это вода, это просто тупо вода, водища. Он просто льет воду сверху, с минимумом риторических фигур вообще. Я не знаю, насколько нужно, ну, просто, блядь, не знаю, не любить литературу, что ли, не знать ничего. Чтобы человеку понравился Евгений Онегин. Реально это очень плохо, это самое худшее произведение в стихах. А Лермонтов получше технически. Не, Лермонтов технически намного получше и считабельней. Как ни странно. У него, кстати, и проза получше у Лермонтова, как ни странно. То есть, Лермонтову я чуть-чуть более позитивно отношусь, чем Пушкину. Но он тоже плагиатр. Пушкина обвиняет в литье воды автора 50 романов. XY, у меня все романы насыщенные. В отличие от Пушкина. Вы понимаете, что вы сравнили, не знаю, зеленое с твердым только что? Количество романов и литье воды это не одно и то же. Может быть у меня 50 гениальных романов, где все взвешено и все круто и все там идеально. А у Пушкина может быть один роман, в котором он тупо льет воду. В чем проблема? Здесь нет никакого противоречия. Ну конечно, Пушкин по сравнению с Ессоей, он тот еще бог, конечно. Ну то есть, Ессоя это просто очень низкий уровень. Прям невероятно низкий уровень. Но Пушкина уделать могли многие его предшественники и по стилю, и по уровню, и по сложности, и по интересу даже. Могли уделать многие его предшественники. То есть, Пушкин не то, что вы знаете, самый крутой русский поэт ever. Или самый первый крутой русский поэт. Тержавин просто, не знаю, за щеку закидывал этому кудрявому афроамериканцу. Сборник стихов он продает за 3 500. 3 тысячи. Уровень. Господин Шатов, как вам Максим Горький? Не нравится Горький? Мало читал, но и не нравится в целом. Рублей, вашу мать. Это с ума сойти. Так что это реально популярный поэт. Давайте почитаем еще. Не, ну Толстого я не люблю, и Достоевского тоже. Правда, оцениваю их более-менее типично. Ну, более-менее как бы плохо их оцениваю. Ну, то есть, Достоевский, в принципе, норм. Даже на мировом уровне жить можно. А кто на русском самый топовый из поэтов? Мне больше всего нравится какой-нибудь Драгомощенков, Иванов, может быть. Не знаю. Верлибристы у нас неплохие. Есть верлибристы. С верлибристами хорошо. Хорошо поиграли. Футуристы у нас интересные. Вообще, Серебряный век у нас получше выдался, чем Золотой. Золотой век, это пошлятина, это попса, это... Это, видимо, было создано просто потому, что в России просто вообще до этого ничего не было. Вообще ничего. Просто вообще нормальных литературных памятников вот раз-два и общался. А потом, потом стало интереснее как бы. Вот Серебряный век, на мой взгляд, он более продуктивен, даже несмотря на то, что авторы Серебряного века во многом тоже копировали Запад. Ну, копировали они его интереснее. Плюс ко всему, именно в Серебряном веке появился акмеизм. Акмеизм. Нормально. Акмеизм это прикольно. Акмеизм это прикольно. Не то, чтобы тоже очень оригинально и очень круто. Очень сильно какое-то новое направление поэзии, оно, конечно же, но... Но не очень новое оно. Не очень такое вот выдающееся, но... Хотя бы пытались, хотя бы пытались люди, понимаете. Солокуба, кстати, не читал, не помню. Подструктуралистов тоже русских не читал, поэтому вот. Его стихи... Не, ну Пушкин просто реально очень плох, ребят. Простите, конечно. Даже на фоне русских. Даже на фоне русских авторов. Он не очень хороший. Это сам. Извините, меня не буду делать такого томного придыхания. Ну, вот как умею, как умею. Я все-таки... Он очень популярен, но качество его произведения оставляет желать лучшего. И не такой талантливый. Вы уж извините. В общем, стих называется «Мне только пустой стакан. На бумагу льются чернила. Из сердца набухшего, словно вымя». Давайте обратим внимание на то, что Евгений Ссоя не умеет делать сравнение. На бумагу льются чернила из сердца. Набухшего. А, набухшего, словно вымя. Ладно, умеет. Здесь хорошо. Значит, он круче Арчета. И Ссоя только что показал, что он лучше Арчета. Он умеет сравнивать. Кайф. Согласен, что золотой век России – это как классицизм в Европе. Форма превалирует на содержание. Понимаете, в чем проблема золотого века в России? Там нету новой формы. Там мало новых форм. И содержание, соответственно, тоже мало. Там просто мало чего-то вообще нового. Золотой век русской поэзии – это попытка русских догнать, короче, Запада. С помощью тотального копирования. С помощью тотального копирования того, что было на Западе. И в основном основные благиаторы, типа Кушкина, Лермонтова и прочих замечательных, Жуковского там, не знаю, который тупо, блядь, у Шиллера списывал. Вот просто списывал, понимаете? Вот просто списывал, брал. Это круто, это круто, это круто. Это, конечно, очень круто. Ну, просто русские пытались догнать Запад и переписывали Запада произведение. Приколь. Золотой век. Прямо ух, какие молодцы. Какие прекрасные. Какие крутые. Ну, не знаю. Чисто с точки зрения творческой, по-моему, очень нулево, очень плохо. Очень слабо, очень слабо, очень ненасыщенно. Тем более, что у русских были, ну, невероятно сильные примеры. Просто немецкий романтизм просто чего стоит, понимаете? Просто немецкий романтизм с одной стороны. Ну, можно не только немецкий брать, блядь. Тут даже когда они выбирают, знаете, между романтизмами, у них есть там, блядь, какой-нибудь, не знаю, немецкий романтизм и какой-нибудь, блядь, Байрон. Они берут, блядь, Байрона и давать, блядь, под, блядь, Байрона этого косить, понимаете? Они выбирают из двух хороших романтизмов говно и копируют его. Не списывали, а вдохновляют. Нет, это списывали, списывали. Ладно, ладно, продолжаю. Меня бомбит на тему поэзии всегда, особенно на тему Золотого века, поскольку он какой-то позолоченный на самом деле. Муза-поклонник прислал нам донаты, и что там было? Максим Пестряков пишет, попытка русских догнать Запад путем тотального копирования, исчерпывающего описание всей истории России, не только поэзии. Кстати, отчасти согласен, с философией та же история происходила. Вот в прозе, в прозе, знаете, было немножко не так. Ну, например, Толстой еще куда не шло. Так, блядь, опять, мы это вчера смотрели. Кови! Зеленый слоник продолжается. Ну, короче, печально с Золотым веком все у нас. Но с прозой в России немножко дела посерьезнее обстоят. Как ни странно. Достоевский, хоть я и не люблю его как писателя, я и Кавку, например, не люблю, но Достоевский в некотором роде оригинален все-таки. Все-таки оригинален, я признаю за аниме, да. То есть, Достоевский неплохой для меня писатель. Но слишком переоцененный в России, невероятно переоцененный в России, и даже в мире слишком переоцененный, на мой взгляд. Но он неплохой писатель. В нем есть что-то свое, что-то новое, что-то вот как-то... Что-то, что может зацепить читателя, знаете, о, я этого никогда не слышал, там, не знаю, о, такие настроения Достоевский передает. Никогда их не видел в другой литературе. То есть у Достоевского что-то такое все-таки есть. Это не нулевой автор. В любом случае. По сравнению с Пушкин нулевой автор. По-моему, все, что там Пушкин привнес в литературу, это ноль. Вообще ничего. К чистую литературу, творчеству, по-моему, вообще ничего не сделал. Я не видел ни одного примера, чтобы Пушкин реально каким-то образом продвинул мировое искусство хоть в какую-то сторону. Достоевский продвинул. Спасибо. А почему не Маэстро? Парадокс китайской комнаты и в играх Топлес. Топлес? Окей, посмотрим. Тоже интересно. Продолжаем смотреть товарища... Кто ты? Кто ты? И там второй сорт, что-то у нас надо назад отнести его. Так вот, продолжаем. Модная поэзия. Вымя. Серьезно. То есть, в любовной лирике мы сравниваем сердце с выменем. Ну, это не самое худшее, что есть там просто бессодержательный стих. Ой, блядь, началось про языки оригиналов. Охуеть. Очень красиво, лирично. Ты же не можешь оценить форму оригинала, почему нет? Я могу прочитать просто на немецком. Можно прочитать стих на английском и оценить форму чисто технически. Ну, а зачем? Мы же не только по форме оцениваем. Понимаете, в чем дело Иван? Понимаете, в чем проблема Иван? Иван заключается в том, что в стихотворении содержится куда больше, чем просто форма. Форма – это малая часть того, что вообще существует в поэзии. Это малая часть того. То есть еще содержание. Содержание очень огромная, как бы, составляющая. Там смысловая, там задумка какая-то может присутствовать. Философская идея может присутствовать, может не присутствовать. Могут какие-то настроения присутствовать. Все это легко переводится. Не переводятся в основном какие-то игры слов, некоторые тонкости, стилистики, техники. Риторика вся переводится, например, по большей части. Риторика вся переводима. Почти все, что существует, короче, в стихотворении, может быть переведено. Вот так и сравнивается. Вот и все. И романтично. Ну, англичан я читал в оригиналах некоторых. Немецкие стихи почитывал, чтобы тупо на технику позырить. Почему бы и нет? Ну, вы знаете, в имя. Я вот представляю и тут же возбуждаюсь, господи. Сердце, сердце, она же тебя разбила. Что же ты вздрагиваешь, лишь услышав это мерзкое имя? Ой! В имя, имя, да, хуйня полная. Из русской литературы до 21 века можно читать только религиозную, пишет Фабиан. Ну, может быть. По-моему, кто-то обидел нашу девочку. Иначе откуда такие злые стихи? Мерзкое имя. Однако нам стало ясно, почему использовано слово «вымя». Потому что нужно было подобрать рифму. Да, так и работает. Слову «имя». В «ымя»? «Имя»? Очень плохая рифма. Потрясающе. Давайте дальше. И все бы хорошо, но у стихотворения, у нормального стихотворения, должен быть определенный ритм. Нет, не должен. Есть верлибры. Вообще, в принципе, ритм может сбиваться, так как существуют дольники. Напоминаю, что у блока есть дольники. То есть, бывает такое, что в ритмованные стихи вплетаются лишние слоги от одного до трех порой даже. Это сильно, это сильно. С ритмом может происходить вообще все что угодно. Сорян, конечно. Сорян, конечно, Саня, но с ритмом могут происходить многие чудесные вещи. А здесь есть лишние слова. Они вот очевидно лишние. Но вот смотрите. Не, имя в «ымя» вообще очень плохая рифма. Самая банальная. То есть, ничего банальнее не примет. А если мы возьмем и выкинем из этого стихотворения тех, только ты получится. Гонит маршем барабан, в бар кто обездолен, бармен мне пустой стакан, сегодня я пью свое горе. Сегодня я пью свое горе сбивает строку. Строку. Но просто, да, три строчки тогда будут более технично. Но это допустимо. Проблема Шурика в том, что он не понимает, что это в принципе допустимо. Это не то, за что следует критиковать товарища Яссою. Серьезно. Это не самое плохое. Содержание этого стихотворения, оно абсолютно пустое, тупое. Вот здесь вымя чисто применено для того, чтобы так или иначе срифмовать его словом имя. Правильно он его так указал. Ничего в этом стихе вообще нового, интересного нет. Это ноль баллов. Гонит маршем. Александр, а не посоветуешь какие-нибудь труды по стихосложению и поэтическому языку? Да читайте Википедию, не знаю, все написано. Вы можете научиться стихосложению тупо в интернете. Все есть здесь. Так, если у меня нет четкого ритма, но есть рифма, как такое называется? Хуй знает. Это может быть какая-то разновидность верлибра отчасти. Всякое может быть. Да без разницы. Последние строчки я лишнее. Сегодня пью свое горе. Сегодня пью свое... Гонит маршем барабан, в баре кто обездолен, бармен мне пустой стакан. Сегодня пью свое горе. Нет, там даже сбивается. Барабан, в баре кто обездолен, бармен мне пустой стакан. Вы чувствуете? Появляется та-та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так это работает. То есть есть... Но это не всегда должно так работать. Определенный ритм, читатель его ловит и тебе легко читать стихотворение. Ну, проблема заключается в том, что далеко не все великие авторы пишут с ритмом Здесь же просто лишние слова, но это ошибки, не знаю, первоклассника Однако наш великий поэт уже 10 лет пишет стихи 10 лет, вашу мать! И мы видим вот такое вот Не, ну школьники многие ничего не пишут Она поцелует... Не, опять же, понимаете, в чем проблема? Я с удовольствием смог бы просто взять и подобрать стихи великих каких-нибудь классиков Мировых там и русских, где будет вот по форме такая же херота Вообще без проблем То есть, если судить по форме, ну... Вообще, понимаете, слушайте, формы, как только не писали Как только не писали замечательные и великие там классики Мира и России в том числе Да только одних футуристов взять, мы там найдем столько разных форм Что вы просто охереете В том числе похожих на что-то такое Тебя и ты пропал Будь ты царь или просто горожанин Мне интересно, а если я, допустим, крестьянин? Хуёвая придирка Дискриминация крестьян И я кладу всё на алтарь За эту любовь, что так похоже на метание ножами Я понимаю, в этих стихах нет рифмы Нет рифмы Поэзия оценивается только по форме? Нет, вообще не только по форме Я же уже вам сказал, Вал Что, короче, в поэзии имеется огромное количество Ну, всяких смещений формы От верлибров до белых стихов Существуют дольники И многие другие методы Так или иначе эту самую форму Деструктировать Я, кстати, не удивлюсь, если потомки будут изучать сою Короче, в сою в школах Вообще, ну, не удивлюсь Всякое может быть Ну, мы Стефанию Данилову, может, будут арчи Так почему бы и нет Потому что мы изучаем сейчас таких же авторов Довольно-таки примитивных, неинтересных, скучных Русских поэтов На самом деле, которые по большей части писали Отвратительную дрянь Да, потомки постоянно... Спасибо, Больфор Ссылка удалена Что за хуйня? Почему так много любителей бы... Есть такое Почему так много любителей Маяковского, тоже не понимаю Но Маяковский прикольный Маяковский хорош Не совсем согласие насчет примата смысла над формой в поэзии Мысль всегда... Нет, понятие в чем дело, Ивана? Для меня есть примат, лично для меня в данном случае У меня определенный... Перевес всегда У меня всегда определенный перевес формы над... Содержание над формой Это моя личная фишка И у меня есть определенные аргументы, почему я считаю так Есть авторы, которые, наоборот, ну, не знаю, делают акцент на форму Есть такие авторы, да, безусловно Понимаете? Есть такое Еще, понимаете, в чем проблема? Самое сложное в поэзии Это не форму сделать Форма это хуйня полная Я могу, не знаю, акростихи там, не знаю, по диагонали будут слова там выстраиваться делать Так что, не знаю, это причем будет там, не знаю, понтарифмой и все, просто бум Но форма без содержания, это настолько хуйня легкая Это очень легко, это может сделать любой человек, понимаете? Это просто игра словами без смысла, она ничего не значит Самое тяжелое, это совместить форму и смысл Форму и содержать, чтобы они вместе шли Крутая поэтическая форма со смысленным содержанием Это и есть поэзия Одновременно, только одновременно Как только вы соедините одно от другого У вас получится там, не знаю, гореная форма для быдла Которую может сделать любой школьник Там, акростихии там, не знаю, какие-нибудь Понтарифмы, все везде рифмуется Там, все считается, все строчки считаются туда-обратно Тебе и мне приятны, все, рифмы везде Но это легко, это легко Любая техника без смысла, она невероятно легка Как только техника отсоединяется от смысла Она теряет, не знаю, все свои, как бы, преференции В этом и вся сложность Создать технический текст со смыслом Ну, продолжаем читать, смотреть, слушать, думать, дышать Шуриком-анклом Но главное Здесь нет никакого смысла Именно Это и это самая главная проблема Это просто набор слов Есть Вот на самом деле сравнивать любовь с метанием ножами Это интересно Может быть, но нужен контекст и побольше бы чего-нибудь осмысленного Поэзия и должна искать какие-то интересные, необычные Ну, понимаете, опять же, Иван, относительно поэзии Чисто по форме многие поэты просто отказываются от формы вообще Вот и есть такое Есть стремление некоторых поэтов отказаться от формы Опять же, почему-то оказывается так, что в поэзии форма может быть, как бы, притеснена Хотя есть исключения, когда люди, наоборот, пытаются в технику Это тоже иногда удивительно и интересно Это иногда удивительно и интересно Но, опять же, понимаете, с формой играть можно не то, чтобы, наверное, бесконечно Может быть, и конечно Просто в языке проблемы, проблемы в языке чаще всего заключаются Ну, например, в русском языке у нас нету, там, не знаю, длинных звуков таких там типа Мы не можем сказать о и о У нас все, это одной буквой обозначается Есть языки типа персидского, где доступны дифтонги И там, короче, техника может быть еще на уровень сложнее. То есть, понимаете, персидские стихи чисто технически, они круче русских стихов, потому что там вот в этой эвритмической последовательности учитываются не только ударные и безударные слоги, но и дифтонги. Вау, это просто на порядок выше, как бы. Ну вот, 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 прикольно. Сравнение, образы. Однако, тема не раскрыта. Можно было сказать, что любовь похожа на метание коржами, купание с моржами. Какая... Танцы с бомжами. Какая разница, это просто набор слов. Стихи Вероники Степановой. Любовь, как ебание с бомжами. Есть, да, такая колоссальная. Нет, никакого смысла. Автор о чем-то говорит, но никак не раскрывает тему. Любовь... Так, Иван, проблема не только в постмодернистах. Это уже давно началось, как ни странно. Звезда, освещающая Вифлеем. И у нас уже, внезапно, библейские мотивы. А вы думали просто так? Тут все пальцем деланы? Нет. Любовь — зерно, что везде прорастет. Любовь принадлежит лишь тем, кто ради нее готов на все. Я не раз экватор пересыл, чтобы быть достойным твоей красоты. Почему именно экватор? Единственное объяснение, что его девушка, или, скорее всего, его парень, живет где-то за экватором. Да, да, действительно. То есть, в Африке, в Латинской Америке, в Австралии. Я не знаю, почему экватор. Господи, когда ты что-то пишешь, ты вкладывай в это смысл, а не просто ищи какое-то слово, которое... Экватор. Нет, тут серьезная проблема, да. И так сойдет. Ты говоришь, что любовь — это все. А я говорю, что любовь — это ты. Как вашу мать не банально и оригинально. Господи, спасибо за эти стихи. Не банально равно оригинально, ну ладно. Ох, друзья мои, я думаю, нужно заканчивать. Потому что, если мы продолжим, то, боюсь, мое девичье сердечко... Не, Ясоя — очень плохой поэт. Прям нереально плохой поэт. Ну, понимаете? Но проблема, опять же, поэзии не в том, что есть плохие поэты типа Ясои, которые ориентированы прежде всего на малолетних девочек, которые, там, не знаю, фанатеют от поэзии про любовь. Нет, ну, понимаете, Ясоя — это что-то вроде попсы, это что-то вроде эстрады. Проблема начинается тогда, когда в академическое, там, не знаю, не академическое, как это назвать, в интеллектуальное стихосложение начинают подрадоваться вот такие вот персонажи, как, не знаю, там, Стефания Данилова, Арчты, и реально влияют. И реально влияют на движение этой самой поэзии, и реально могут отбирать там новых поэтов, лучших, худших. Вот это плохо. Вот это реально плохо. А вот вообще просто постоянно теперь привет, здоровается. Привет! А, еще раз, привет, третий раз. Расскажи, как, по-твоему, развивается личность? Сколько этапов? Три, как у Ницше, или больше? Путь к абсолютному скептицизму и есть развитие личности? Или это просто параллельная ветка? Хороший вопрос. Хороший, кстати, вопрос, очень интересный. Давайте в таком случае перейдем на мои материалы, статьи. Личность может развиваться, видимо, в разных направлениях, и в этом смысле любое развитие может быть параллельной веткой для другого. Скептицизм не является единственной веткой для развития, безусловно, не является. Можно развиваться в сторону к скептицизму. Можно развиваться в сторону к оригинальности, к продуктивности. У меня есть статья, посвященная теме развития человека, где она там, не развитие даже человека, а становление философом о уровнях сознания. Безумное сознание, сознание адепта, дорабатывающее сознание, комбинирующее сознание, создающее сознание и нулевое сознание. Кстати, нулевое сознание – это сознание скептика. Вот разделение типов различных сознаний по моей системе, которые так или иначе базируются на одном из важных для меня, видимо, критериев, критерии творчества, продуктивности, создания чего-то нового. Очередь, ну нормальная, приличная очередь, лучше по двойной заказывать, друзья, если хотите, чтобы я сейчас посмотрел. Вот, и получается, создающее сознание – это сознание, которое может создавать какие-то новые концепты, что-то новое может создавать, вообще, в принципе, новые элементы. Есть еще комбинирующее сознание. Комбинирующее сознание – это сознание, которое может создавать комбинации разных элементов. Понимаете, еще в чем фишка? Без создающего сознания комбинирующее невозможно. То есть люди, которые занимаются только лишь комбинирующим сознанием, они невозможны без людей, создающих эти самые элементы. Просто по определению. Есть дорабатывающее сознание. То есть люди, которые в рамках каких-то философских постулатов дорабатывают какую-то область, например. А есть сознание адепта. Это сознание, которое по преимуществу является подчиняющимся к той или иной философской традиции. Ну вот люди верят там в марксизм и ничего не разрабатывают в нем. Просто верят и все. Это сознание адепта. Это сознание адепта безусловно. А есть безумное сознание. Сознание людей, которые нихера не понимают, даже не могут запомнить какие-то постулаты. Они очень глупые. Они вообще не шарят. Вообще абсолютно не систематичные. Их нельзя оценивать по данной системе. А есть нулевое сознание. Это то сознание, которое выходит за пределы созидания и может созидать не только какую-то одну систему элементов, комбинировать какие-то одни и те же самые элементы в рамках одной системы. Но нулевое сознание это плюралистичное сознание. И при этом это очищенное сознание скептика. Вот к этому сознанию я, кстати, и стремлюсь. Его сложно достичь. В нем сложно находиться. Но оно прикольное, по-моему. Но к нему не обязательно, опять же, стремиться. Как угодно. Можете располагаться где угодно. Вообще где угодно можете располагаться. У меня такая вот теория личности по критерию продуктивности в данном случае. Также можно развиваться, опять же, в стремлении к скептицизму. Если вы хотите. Можете вообще не развиваться в эту сторону. Неважно. Так, 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 так. Чего у меня тут еще про это написано? Про по чтению. Уровни чтения. Подходы к чтению разные бывают. И здесь тоже определенные уровни. Есть уровень там догматический, критический, догмокритический. Вот они связаны. Три штуки. Многие люди находятся на уровне догмокритическом. И они читают книги. Вообще воспринимают мир с догмокритической позиции. У них есть определенные убеждения. Догмы. И с помощью этих догм они оценивают всех. То есть критикуют всех остальных. Если кто-то согласен с их позицией, ну, они, соответственно, их одобряют эту позицию. Если эта позиция их устраивает. Если не устраивает, они ее критикуют, разносят. Есть германифтический, критический, скептический подход. Это немножко другой уровень сознания, другая направленность. Ну, можно и так это рассматривать. Думаю, как-то следует это так с этим работать в моей парадигме. Таких чувств, такого накала не выдержит. Однако я так вдохновился этой потрясающей поэзией, что тоже написал стихотворение. Ну, не такое гениальное, конечно, как у Евгения Сойи. Но в его стиле и хочу обратиться со своим стихом к моему вдохновителю. В общем, Евгений Сойя, это для тебя. Это стихотворение я назвал от ученика к учителю. Твоя поэзия словно золото, что осыпает зрителей дождем и разбивает сознание молотом. И все мысли теперь... Золото молотом, блять, давайте еще более примитивные рифмы сразу же выплескивать. Теперь о пустом. И вот срываюсь с кровати засветло, раскидав санитаров врагов босиком и в одной лишь рубахе. Выбегаю под звоны оков. Прикольно. Ну, оков, да. Кричат за спиной, лови буйного, но не сдамся на волю беде. Я хватаю осколок сознания и лечу на попутках к тебе. Прорываю... Ну, оно смешное, понимаете? Реально, вот у Шурика здесь стихотворение более крутое, чем у Сои, потому что оно более насыщенное. Осмысленное. Осмысленное. Ну, то есть, вот здесь есть какой-то даже сюжет. Есть какая-то... Какой-то нарратив. Нарратив есть. Подвойной оценю юношу сейчас. Обязательно оценю юношу. Почему бы не оценить юношу? Подвойной-то. О май гад. Паясь по электрокабелю, вынимаю из черепа гвоздь, рву я им полотно мироздания. Сам не знаю зачем, Ваша честь. Я хотел так немного, лишь мести и крови и жизни, но теперь уже поздно жалеть. Ты пойми, мне терять больше нечего. Все, что было, поставил на кон. Ты решил, что поэт, моя милая. Уж прости, но ты просто говно. Не, на самом деле это нормально. Нормально, вполне нормально. То есть, вот его стих действительно круче, чем у Ясоя. Он мог бы стать таким средним, типичным текстовиком каким-нибудь, знаете. Который, может быть, проходил бы первые, вторые, третьи раунды. И... Чего бы и нет, как бы. И мог бы даже развиться дальше, изучать поэзию. Вот было бы на самом деле круто. На самом деле было бы круто. Знаете, у некоторых людей есть потенциал какой-то. И они могли бы пытаться разобраться в чем-нибудь. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Хорошо. Ну что, Шурик Англ, Шурик, молодец ты. Люблю, целую. Пока. Редактор субтитров. Продолжение следует...